Иисус Господь Иисус Господь, поэтому мы о Нем и говорим. Потому что когда мы принимаем Его Господом, то Его Господство приходит в твою жизнь. Здравствуйте, слава Богу! Я пастор Генри Мадава из Киева, Украины. Я хочу вам сказать, что в жизни всегда у нас есть выбор, что делать, что говорить, куда идти и кому что сказать. Успех приходит, когда мы всегда идем по путям, которые утверждены. Имеется в виду там, где мы уверены. Даже Бог, обращаясь к Иисусу на виду, сказал, будь твердым и мужественным. То есть утвержденный внутри по утвержденным путям. Павел говорит, я знаю, в кого я уверовал. Его вера утвержденная. В жизни избегай те дороги, пути, где ты не утвержден. То ли в знании, то ли в понимании. Но выбери те пути, где ты утвержден и ты уверен. Потому что вера есть уверенность в невидимом. Там, где ты уверен, там твоя вера жива и Бог с тобою. Эта проповедь благословит вас. Давайте послушаем. И прямо после проповеды вернусь к вам с очень интересной информацией. Ходи только по утвержденным путям. Жизнь человека такая ценная. Очень. Нас искупил Господь Иисус. И поэтому Его желание, Божие желание, это чтобы наша жизнь, наши пути были всегда по утвержденным путям. Делай то, в чем ты уверен. Делай то, что Богом утвержден. Делай то, что уже известно, что там такое. Нет времени, чтобы рисковать со своей жизнью. Ходи только по утвержденным путям и дорогам. 2 Петра 1 глава 10 и 11 стих Библия говорит. «Посему, братья и сестры тоже, более и более старайтесь делать твердым, или прочным, или утвержденным ваши звания и избрания. Так поступая, никогда не притекнетесь. Ибо так откроется вам свободный вход в вечное царство Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа». Все, что Бог нам дает, хотя это бесплатно, мы имеем избрание, мы имеем призвание от Бога, но оказывается, нужно это призвание сделать прочным. То есть, если в день моего покаяния я покаялся, потому что я решил спастись, но сомнений во мне, они были много. Я покаялся, принял Иисуса, но сомнения миллионы внутри меня. Но с временем мое спасение, моя вера в Иисуса, стала более прочным, более укрепленным. Настолько, что сомнения стали меньше, 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 аж до полного исчезновения. Так Бог желает, чтобы мы в жизни делали. Если какое-то откровение пришло к тебе в жизни, Бог хочет меня благословить, сомнений много, сделай его твердже, прочнее, и через время ты будешь уверенен. И когда ты уверенен, то двери откроются. А когда не уверенен, двери не откроются. Все, что Бог дал тебе, то ли это талант какой-то, умение какое-то, способность какой-то, голос, чтобы петь, способность проповедовать, развивай его, делай его более и более прочным. То есть развивай, сделай что-то, чтобы оно стало лучше, но развивай до полной прочности. В любом деле, в котором ты находишься, надо развиваться, иначе потеряешь. Противоположная обстановка. Написано у Якова, первая глава, шестой и восьмой стих. Противоположность. Но допросить с верою, немало не сомневаясь, потому что сомневающийся, подобен морской волне, ветром поднимаемой и развиваемой. Человек с двоящимися мыслями, не тверд во всех путях своих. Вот седьмой стих. Да не думай, такой человек получит что-нибудь от Господа. Вот делай свое звание прочным. Делай все, что Бог тебе дал крепким утверждением. А противоположность – это человек с двоящимися мыслями, который не теплый, не горячий. И Библия говорит, да не думай, что такой человек получит что-нибудь от Господа. Нельзя после покаяния продолжать жизнь в этих двоящихся. Нельзя. Должен наступить момент, когда ты определяешься. Я с Богом. Я с Иисусом. Я верующий. Я христианин. Я спасен. Древнее прошло, и все стало новым. Признак младенчества – это когда количество времени в Боге не соответствует разговору, помышления и действия. То есть оно не соответствует. Важно очень, чтобы мы ушли из состояния, то ли это в призвание, то ли это в семье, то ли это с друзьями, то ли это на работе. Когда человек занимается бизнесом, который он еще с двоящимися мыслями. Оно надо? Это оно или нет? Конечно же, успех не будет. Вышла замуж. Уже трое детей. Это он или нет? Может, это не он? Конечно, не будет успеха. Кто-нибудь меня сличит или нет? Женился? Уже есть дети, есть внуки, правнуки пришли уже. Это она или нет? Уже пора определиться, потому что скоро уже уйдет в вечности. Поэтому вот эти двоящиеся мысли, оно не нравится Богу и не нравится людям. Важно, чтобы мы никогда ничего не делали в состоянии двоящихся мыслей. Определись. Найди свою уверенность. где мое, куда я иду и тому подобное. Возникает вопрос. Пастор Генри, в чем я должен сделать свое звание, свое призвание прочным? В чем? Где я должен сделать утверждение? Что я должен делать утверждением в моей жизни? Самое первое, что важно, чтобы ты сделал прочным утверждением, это вопрос твоего спасения. Не экспериментируй с вопросом твоего спасения. Можно экспериментировать с чем угодно, только нельзя с вопросом спасения. Вопрос спасения это абсолют. Библия говорит 2 Тимофея 1 глава 12 по 13 стих. По сей причине я и страдаю так, но не стяжусь, ибо я знаю в кого уверовал и уверен, что он силен сохранить залог мой на они день. держись образца здравого учения, который ты слышал от меня, с верою и любовью во Христе Иисусе. Вот заметьте, что Павел говорит первое, он говорит, ибо я знаю в кого я уверовал. Это первое часть, что надо, нужно, чтобы у нас была крепкая, твердая вера в Господа Иисуса Христа, как наш Спаситель. Вторая часть, чтобы утверждать свое спасение, это не только веровать в Него, а нужно, как Павел сказал, что держись здравого учения, держись образца здравого учения, держись не только учить, а применяй своей жизни образ здравого учения, который я тебе преподавал. Я тебя учил, вот живи согласно этого образа. Бог желает, чтобы мы жили согласно образца Слова Божьего, а иначе это эксперимент. Заметите, Иисус может вернуться в любой момент. А ты думал, как сказала мне девушка одна, пастор Генн, я успею покаяться. Я поживу, поживу, если я заболею, покаюсь быстро очень, чтобы вдруг что, я попал на небо. Я ей сказал, ты знаешь, что Иисус может вернуться, и ты не успел покаяться. Два, ты можешь пойти к Нему, и ты не успел покаяться. Но жить согласно образца учения, не только для того, чтобы вдруг Иисус вернется, или вдруг мы умерли. Нет. Есть еще глубже причина. Когда человек живет не по образцу учения, он дает площадку дьяволу, да, в своей жизни? Он дал место дьяволу. И что начинается? Дьявол начинает выпускать стратегию твоего уничтожения. Многие люди думают, что Иуда искорет, он вдруг ни с того ни с сего, повесился. Вдруг продал Иисуса, вдруг повесился. Ничего подобного, ничего вдруг в жизни Иуда искорета не пришло. Дьявол специально его подготавливал раньше. Как? Он помог ему не жить согласно образца здравого учения. Почему дьяволу было трудно, там, Петра или кого-то еще? Потому что в течение жизни они жили согласно образца здравого учения. И не было места дьяволу в их жизни. А у Иуда было. Поэтому вы заметите в конце, перед тем, как Иуда продал Иисуса, написано вселился в него дьявол. А как дьявол мог найти доступ так свободно? А потому что там было местечко для него. Когда мы говорим делай свое спасение твердым, мы имеем ввиду утверди свою веру в Господа Иисуса. Второе. Держись образ жизни, который согласен с образом здравого учения, чтобы дьявол не загнал тебя в угол уничтожения. Если хочешь иметь жизнь прочным утверждением, надо не только делать прочным твое спасение, но делай прочное пожалуйста твою веру в Бога, который решает все твои вопросы и проблемы. Потому что почему многие люди теряют свою веру в Бога, призвания теряют, а потому что им кажется некоторые вопросы их Бог не решил. и они начинают искать где можно получить решение вопросов и в результате уходят от Бога. Это фундаментальный вопрос. У нас есть нужды действительно, но Бог желает решать твои нужды. Смотрите, к римлянам 8 глава 38-39 стих, ибо я уверен, что ни смерть, ни жизнь, ни ангели, ни начало, ни силы, ни настоящее, ни будущее, ни высота, ни глубина, ни другая какая тварь, не может отлучить нас от любви Божьей во Христе Иисусе Господе нашем. Чтобы сделать прочной твоя вера в Бога, в Его желание помочь тебе решать твоих вопросах, пойми и не забывай, Бог любит тебя, и Бог никогда не собирается уходить от тебя. Когда я сомневаюсь в том, что Бог хочет мне помочь, в чем же я сомневаюсь? Я сомневаюсь в том, что Бог любит меня. Божья любовь к нам крепка, оно крепче, все вопросы сложности, трудности, которые у тебя в жизни. И внешние вещи не способны отделить тебя от Божьей любви. Библия говорит Иов 19, глава 25, стих. А я знаю, искупитель мой жив, и он в последний день восставит из праха распадающую кожу мою сию, и я воплотим моей узрю Бога. Иов молодец, Иов имел крепкую веру, способность Бога решать любых кризисов его жизни. 2 Конфинам 1.20 Ибо все обетования Божьи в нем да и в нем амин во славу Божию через нас. Заметите, его обетование и его слово они да они амин поэтому нужно верить ему. Что значит я верю в Господу или его слову? Это означает, что я полагаюсь на него и на его слово. Я доверяю и я иду его путями. Бог желает, чтобы мы сделали прочным, крепким наше доверие Богу, что он может решать все наши вопросы. Третье. делай прочным и уверенным твое предназначение, твою миссию, твое призвание и то, чем ты занимаешься в жизни. Сделай его прочным. Второй Тимофей 1.5 по 9 приводя на память нелицемерную веру твою, уже напоминает Павел Тимофею, который прежде обитала в бабке твоей Луиде и матери твоей Евники, уверен, что она и в тебе по сей причине напоминает тебе возгревать дар Божий, который в тебе через мое рукоположение, ибо дал нам Бог духа небоязни, но силы, любви и целомудрия. Итак, не стеди свидетельства Господа нашего Иисуса Христа, не меня узника его, но страдай благовестием Христовым силой Бога, спасшего нас и призвавшего званием святым. Не по делам нашим, но по своему изволению и благодать, данную нам во Христе Иисусе прежде вековых времен. Тимофей начал стыдиться и Господа Иисуса, и призвание свое. Что это значит? Ему стало некомфортно своем призвании, своей миссии. То есть, он еще не против, он вроде за, но уже нет то чувство комфорта, что это мое. Либо это уже не твое, или ты просто не сделал его прочным утверждением, или ты перестал развивать. И поэтому получается, что нужно сделать свое призвание удостоверенным, крепким, свою миссию, или то, чем ты занимаешься. То есть, не стеди своего призвания. Что такое возгревай? То есть, оно есть, но оно не живое как надо. Развивай, оживляй, возгревай. Это важно. Даже когда сложно, к филиппинцам 1.6 Библия говорит так, будучи уверен в том, что начавши у вас доброе дело, будет совершать его даже до дня Иисуса Христа. Поэтому делай свое призвание прочным, даже когда сложно, и даже порой становится непонятно. Бог начал хорошее дело в тебе, Он хочет его завершать. Последний. Псалом 1, 1 по 3. Блажен муж и женщина, который не ходит на совет нечестивых и не стоит на пути грешных и не сидит в собрании развратителей. Но в законе Господа воля его, и о законе его размышляет он день и ночь. И будет он как дерево посаженное при потоках вод, который приносит плод свой во время свое, и лист которого не вянет, и во всем, что он не делает, успеет. Окружай себя людьми, которые помогают тебе утвердиться в правильных вещах. Обрати внимание на то, что ты слушаешь и слышишь. Если ты хочешь быть крепким внутри и твердым, нужно слушать только нужное. Обрати внимание на то, как ты мыслишь, это влияет на состояние крепости и твердости твоей жизни. Твои привычки влияют на твои пути. Привыкай только к тому, что укрепляет, улучшает и делает тебя крепким. Бог желает, чтобы ты был крепким и утвержденным. Крепость и утвержденность в Боге и в том, что ты, кто ты, и в том, какова твоя миссия, даст тебе по-чемпионски завершать свое поприще. Крепость и утвержденность в Боге и в том, кто ты, и в том, какова твоя миссия, даст тебе по-чемпионски завершить свое поприще. ходи только утвержденными путями. Ходи только прочными путями. Когда мы ходим по утвержденным путям, мы более уверены. А когда ты уверен, да, и люди вокруг тебя, им же легче иметь дело с тобою, потому что ты уверен. Но и Богу нравится, потому что вера – это уверенность. В невидимом, но уверенность. Уверенность всегда ценится. В любом случае. Заметите, из-за этого Бог творит чудеса посреди нас. И я хочу сейчас вам показать несколько свидетельств о том, как Бог творил чудеса. Пастор Генри, как это делается? Очень просто. Я утвержден в том, что Бог живой, Бог любит меня, Бог слышит меня, и Бог любит людей, и Слово Божье живое, и мои молитвы, Бог слышит и отвечает. Я в этом утвержден, поэтому, когда я молюсь, чудеса происходят. Давайте посмотрим на эти свидетельства. У вас была паралич когда? 13 году. 13 году. Паралич была какой стороне? Правой. Значит, и правой ногой тоже. Вы можете поднять эту ногу еще раз, еще раз, еще раз. Слава Богу. У пані Анны 19 років была грижа. Через это сильно тягнула ногу. И прямо зараз после молитвы боль пройшов. Мне тягнуло, что я не была ни стоять, ни сидеть. А сейчас я могу даже танцевать. У меня уже стало ночью. Слава Богу. Дайте аплодисмену Господу. Вероните диагностували сколиоз. И час молитвы вся боль в спине она пришла. Сколько тебе років? 14. 14. Вот возникает вопрос, для чего Иисус пришел? Чтобы она могла плакать от радости, потому что Бог ей помог. Когда Иисус приходит, это особенное время для чудес, могущественное проявление Божьей славы, милости и любви. Когда Бог открывает двери, невозможное становится возможным для тех, кто верит. Разные языки, разные народы, культура и обычаи, но одна цель в каждой стране проповедовать Евангелие до края земли и прилагать спасенных к церкви Иисуса Христа. Мы благодарим всех партнеров служения Христос для всех городов за ваши молитвы и финансовую поддержку. Эти фестивали Иисуса стали возможными благодаря вашему вкладу. Слава Богу, слава Богу. Когда люди исцеляются, представляете, Бог на небе, человек на земле, на земле помолились, Бог с неба пришел, творил чудо. Это же сверхъестественно. Поэтому имейте в виду, Бог живой и Он хочет участвовать в делах твоей жизни. Я хочу помолиться с вами, потому что этот Бог, Он хочет, чтобы ты был утвержден спасен. Ты спасен. Ты знал, что ты знаешь, что ты знаешь, что ты спасен. Если ты не уверен, что ты спасен, нет утвержденности внутри, что ты Божье дитё, то помолись со мной прямо сейчас, и Господь простит тебя и даст тебе новую жизнь. Скажи со мной, Отец Небесный, прости меня все мои грехи. Господь Иисус, войди в мое сердце и будь моим Господом. Во имя Иисуса. Аминь. Теперь, если ты помолился молитву, это очень искренне, от сердца, то будь уверен, Бог простил тебя. Теперь живи утвержденно зная, ты Божье дитё. Но чтобы утвердиться глубже, читай Библию, обращайся к Богу в молитве каждый день. Посещай церковь, потому что в церкви тебя научат и помогут тебе познать Бога. Если ты в Киеве, приглашаю тебя в христианское церковь Победа на Малинское 16, чтобы мы вместе могли расти в Боге и утвердиться в Божьих путях. Теперь я хочу помолиться за тебя, потому что Бог любит тебя. Он хочет, чтобы ты утвердился в том, что Он тебя любит, чтобы семья твоя была утвержденная, чтобы работа утвержденная, бизнес утвержденный, служение, все, чтобы ты был уверен в своем. Я хочу молиться, чтобы Бог тебя в этом благословил и исцелил тебя. Господь, благодарю тебя за каждого, кто меня слышит или смотрит. Благословляю. Каждая женщина, которая убирает на кухне случай от меня, благословляю. Детей, которые играются, провозглашаю исцеление. Муж, который размышляет, думает, планирует. Боже, пусть сверхъестественная утвержденность в сердце придет к каждому и исцеление в теле во всех вопросах, когда придет утвержденность в семье, взаимоотношениях, в работе, в бизнесе, во имя Иисуса Христа. Амин. Слава Богу! Я вас поздравляю. Помните, Бог утвержденно вас любит, а вы утвержденно верите в Него. У Него плани по отношению к вам благие и хорошие. Я хочу вам напомнить, если Бог что-то сделал для вас через служение пастора Генрии, церкви Победы, напишите нам, пожалуйста, мы хотим знать, что делает Бог по всему миру. И второе, если у вас есть нужды какие-то, напишите нам тоже. У нас есть целая команда, которая будет с большой радостью молиться за вас. Но не только. Вы можете звонить в Линия Жизни. Всегда, круглосуточно мы будем с радостью общаться и молиться с вами. Бог вас да благословит, мы вас очень любим. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова